Здравствуйте. Меня зовут Юрий Василович, и тема сегодняшнего выступления – это космические мины. Прошло уже 60 лет с тех пор, как человечество начало осваивать космос. За это время люди побывали на Луне, запустили аппараты ко всем планетам Солнечной системы, собрали на орбите 400-тонную Международную космическую станцию. Ну а такие вещи, как GPS, спутниковая связь, уже давно воспринимаются нами как что-то само собой разумеющееся. Но несмотря на все это, космос по-прежнему окружен большим количеством различных мифов, заблуждений и городских легенд. Некоторые из них, на удивление, старые, но большинство все-таки являются порождением современности. Конечно, может показаться, что мифы о космосе, они, в общем-то, достаточно безобидны по сравнению, скажем, с медицинскими заблуждениями. Ну, вроде там, отрицание прививок, неверие в спид и всего такого. Но, как мне кажется, что между такими понятиями все-таки есть кое-что общее. Мы живем в эпоху, когда, чтобы проверить какой-то факт, в общем-то, многого не надо. Обычно достаточно пары запросов. Но, несмотря на все это, многие люди не пользуются такой возможности. Кому-то лень, а у кого-то в голове уже просто сложилась удобная им картина мира, и просто не хочется портить ее какими-то фактами, которые ей противоречат и не вписываются. И всем этим обстоятельством очень активно пользуется целая, ну, можно сказать, индустрия, которая занимается производством, ну, грубо говоря, чего-то вроде всякой антинаучной хрени. Отсюда и берутся целые стопки желтой литературы, а по телевидению выходят передачи, в которых рассказывается о том, что Земля на самом деле плоская, но правительство от нас это скрывает. А потом они еще достаиваются каких-то там российских телевизионных премий. Вот. Со всего этого, конечно, нужно было бы посмеяться. Но, если честно, мне кажется, что это не очень смешно, потому что, ну, такое, знаете, невежество, показное невежество, оно заразно. И, как показывает практика, ни к чему хорошему не приводит. Именно поэтому я и решил рассказать про космические мики. Конечно, их очень много, и я не смогу воплотить всем. Так что я выбрал те, которые, на мой взгляд, являются, ну, наиболее распространенными. Также хочу отметить, что я не буду сегодня рассказывать про конспирологию. То есть то, что Стэнли Купик на самом деле не летал на Луну, нас раскрывает, а Гагарин не был первым. Во всем этом может быть как-нибудь другой раз. Ну, я бы хотел начать с такой очень даже старой легенды, которая появилась еще минимум в XVIII веке. Согласно ей, Великая Китайская Стена — это единственное созданное руками человека сооружение, которое можно увидеть невооруженным глазом с поверхности Луны. Ну, история эта, конечно, очень красивая. Она прямо захватывает воображение, доставляет гордиться достижениями человечества. Ну, а если ты еще при этом, наверное, живешь в Китае и имеешь отношение к императорской семье, то это и плюс три дает к этому. Но это лишь пока не включить немножко логики и здравого смысла. Великая Китайская Стена — это, конечно, такое очень длинное сооружение, но ее максимальная ширина не превышает 10 метров. И если бы мы могли увидеть с Луны объект такой длинный, но при этом такой ширины, это бы означало, что мы можем увидеть с Луны и другие аналогичные объекты. Рейки, каналы и автомагистрали. То есть, исходя из этой логики, с поверхности Луны можно было бы увидеть даже ту же трассу М-1 и связь. Но я думаю, не нужно объяснять, насколько абсурдно это, в принципе, звучит. Собственно, вот так выглядит Земля на лунном небе. И, как можете убедиться, то узнаете не то, что Стену, не то, что Китай. Тут континенты сложно рассмотреть без биногля, а еще лучше телескопом. Так что, конечно, вся эта история, она действительности не соответствует. Возникает такой резонный вопрос. Ну хорошо, мы мы Стену увидеть не можем. Как насчет околоземной орбиты, где летает МКС? Тут немножко сложнее. На самом деле, это такое очень популярное развлечение у космонавтов попытаться увидеть великую китайскую стену с орбиты. Много кто пытался, удалось мало кому. Вот, например, перевод китайский Тейканавт, он пытался увидеть Стену, ему это не удалось. Есть несколько космонавтов, которые говорят, что вроде бы стену можно увидеть, но для этого нужны очень хорошие условия наблюдения, и нужно, конечно же, обладать очень хорошим зрением. Но даже если так, надо понимать, что в этом плане китайская стена уже не является уникальной. Потому что есть большое количество сооружений, которые можно спокойно увидеть с орбиты при различных условиях. Например, Советский канал или даже некоторые самые большие промышленные карьеры. Следующее заблуждение тоже достаточно старое. Согласно нему, в средние века все люди считали, что Земля уж плоская. Ну, тут тоже нужно начать с оговорки. Конечно, на Земле существовало множество различных цивилизаций и культур. И надо понимать, что да, у них у всех более собственное представление о Земле и ее форме. Например, в Китае где-то до начала XVII века, когда у них начались контакты с европейцами активные, они на полном серьезе многие думали, что Земля вообще квадратная. Но когда вот говорят именно, что в Средневековье считали, что Земля плоская, или когда там Магеллан, экспедиция Магеллана завершила первую куркосветку, все поняли, как они жестоко ошибались, все-таки обычно подразумевают именно Европу. И я тоже буду говорить именно о Европе. Так вот, если говорить о Европе, то еще где-то в VII веке до н.э. древние греки начали что-то подозревать по поводу формы Земли. На самом деле, имелось достаточно большое количество свидетельств, которые позволяли прийти к выводу, что Земля имеет форму шара. Например, когда моряки и мореплаватели плавали на юг, то они обратили внимание, что появляются на небе звезды, которые не видны в более северных широтах. И, соответственно, наоборот. В фронтовых городах, когда видели корабль, когда на горизонте появлялся корабль, то вначале видна верхушка его мачты, потом уже парус, ну и потом основной корпус корабля. Это опять же говорит о том, что поверхность Земли искривлена, что она не плоская. Ну и, наконец, греки наблюдали за лунными затмениями, но они заметили, что сколько бы затмений не было, но тень, которую Земля отбрасывает на Луну, она всегда круглая. Это говорит о том, что Земля все-таки имеет форму шара. Вот где-то к III веку до н.э. то, что Земля имеет форму шара, в Греции, в общем-то, считалось уже доказанным фактом. В том же III веке некий Ротосфен, очень известный ученый, он даже сумел измерить длину земной окружности с очень неплохой для того времени точностью. Причем для этого ему даже не потребовалось выходить за пределы, так сказать, города, где он жил. Еще через 100 лет Птолемей разработал свою картину мира, систему мира геоцентрическую. Она, конечно, была практически во всем ошибочной, но одна вещь не была правильна. То, что в центре Вселенной находилась Земля, которая имела круглую форму шара. До этого система Птолемея, она как бы доминировала в следующие полторы тысячи лет в Европе. То есть, при том, что считалось, что вокруг этой круглой Земли вращаются звезды, вращаются планеты и все остальное, патафория, но тем не менее то, что Земля является круглым, это рассматривалось ими как факт. Так что говорить о том, что все считали, что Земля плоская, это в корне неверно, потому что как раз-таки то, что Земля имеет форму шара, это было достаточно хорошо известным знанием. На самом деле, вот вся эта легенда о том, что все считали, что Земля плоская, она вообще появилась в 19 веке. Ее появление во многом способствовало борьба с католической церковью. Это было как желание продемонстрировать то, что церковь, она отстаивала такие вот примитивные догматы, которые нисколько не соответствовали действительности, ну, заставляла людей в это верить. Ну, и на это, наверное, наложилось традиционное для каждой эпохи желание как-то вот возвеличить свое прогрессивное время перед таким, условно говоря, темным отставом прошлым. Ну, движемся дальше. Следующая легенда, конечно же, за нее стоит поблагодарить кинематограф, называется «Что будет с человеком, если он выйдет в космос без скафандра?» Ну, во многих фильмах встречается такая сцена. Последствия обычно зависят исключительно от фантазии сценаристов. Вот, например, в фильме «Миссия на Марс» Тим Робинс понимает, что снимается далеко не «Побеги» с Шелушенко и решает, пока не поздно, свалить из фильма, снимая с себя швей. В результате он буквально вот за секунду в фильме превращается, вот, замерзает. Человек-ледышка. В фильме «Пекло» есть концептуально похожая сцена. Там человек тоже попадает в космос без скафандра, но там он замерзает где-то секунд так за 35. В фильме «Чужая земля» есть полная противоположность этих сцен. Там при разгроматизации человек просто взрывается, как воздушный шарик, наполненный кровью. Ну и, наконец, в очень таком добром фильме «Вспомнить все» Шварц хоть и не взорвался, но с ним происходили вот такие очень зрелищные эффекты, в ходе властьщих из орбит Гоас. Соответствует ли хоть какая-то из этих картин действительности? Ну, кое-что общее, справа, это все-таки тут есть, потому что если попасть в космос без скафандра, то да, вы умрете. Но, к сожалению или к счастью, скорее всего, это случится вовсе не так зрелищно, как в большинстве фильмов. Замерзание, мгновенное замерзание в космосе, оно в принципе невозможно. По очень простой причине, потому что космос — это пустота, это безуслушное пространство. Там нет среды, которая может забрать тепло от человеческого тела. Поэтому человек будет остывать исключительно за счет излучения. А это не мгновенный процесс. И в реальности для многих космических миссий основная проблема — это не то, как защитить аппарат от замерзания, а то, как, наоборот, избавиться от излишков тепла, потому что в вакууме от излишков тепла достаточно тяжело избавиться просто так. Другая крайность этой легенды о том, что в космосе вы взорветесь, она тоже нисколько не соответствует действительности. Конечно, попадание в вакуум может сопровождаться рядом весьма таких неприятных последствий. Если произойдет внезапная раскрытизация, могут лопнуть пробанные перепонки. Если попытаться задержать воздух в легких, то их тоже может просто разорвать. Могут лопнуть некоторые капилляры. Но, несмотря на все это, человеческая кожа достаточно эластична, чтобы предотвратить какой бы то ни был взрыв человека. И закипание крови в космосе — это тоже миф. Такого там не произойдет. На самом деле, если человек попадет в космос, в эскафандры, то он еще будет находиться в сознании где-то 10-15 секунд, в течение которых он в теории может предпринять что-то, направленное на свое спасение. Еще где-то после потери сознания минуту сердце будет продолжать длиться. Если в течение этой минуты человека подобрать, поместить в камеру с кислородом, то, скорее всего, его удастся спасти. Если сердце остановится, ну, к сожалению, на этом все и закончится. Откуда, в принципе, вообще все это известно? Ну, во-первых, проводились эксперименты над несчастными животными в парокамерах, откачивали воздух и просто смотрели, что будет. Во-вторых, были, конечно, всякие аварии, инциденты с людьми. Самое известное — это гибель экипажа «Союза-11». Три космонавта советских на ней погибли, когда корабль разгерметизировался при возвращении на Землю. Но был несчастный случай, который закончился выживанием человека. В 1966 году НАСК тестировал скафандр в парокамере на Земле. И там был вакуум. Ну, воздуха не было. И вот произошла разгерметизация этого скафандра. Через 14 секунд после того, как давление упало до нуля, испытатель НАСА, он потерял сознание. Еще через 16 секунд после этого в камеру начали подавать воздух. После этого он достаточно быстро пришел в себя. У него обошлось, в общем-то, без каких-либо серьезных последствий для здоровья. Единственное, что у него несколько дней изведнило в ушах. Ну, это все-таки не самое страшное, что могло случиться. Вот он потом еще рассказывал, что последнее, что он запомнил перед потерей сознания, как у него слюна кигит на языке. Да и потом он много десятилетий, этот испытатель НАСА дал интервью, рассказывал о том, вот как он выжил в вакууме. По-моему, если я не ошибаюсь, он до сих пор жив и до сих пор дает такие интервью. Раз уж я заговорил про смерть в космосе, то надо упомянуть еще одну очень часто встречающуюся в фильме ситуацию, в фильмах ситуацию, когда вот человека, космонавта уносит в открытый космос и все, он обречен, он улетает от станции, и спасения ждать нет уже. В реальности, по крайней мере, на скафандрах НАСА, вот тут бы указка пригодилась, конечно, вот там вот в нижней части есть такая защитная система, она называется SAFER. Это что-то типа упрощенной версии ракетного ранца. И он предназначен как раз для таких экстремальных ситуаций. Если в какой-то причине отсоединится трос или еще что-то в таком плане, то космонавт просто активирует этот ракетный ранец и вернется назад к станции. Но в реальности ни разу такой системой никто не пользовался, необходимости не возникало. Ну, будем надеяться, что и не возникнет. Звуки в космосе. Ну, звуки в космосе, это, конечно, уже давно стало неотъемлемой частью мировой подкультуры. Сложно представить себе какой-то фантастический фильм, где не было бы рева двигателей, всяких там звуков взрывов, перестрелок и прочего. Но в реальности, конечно, ничего этого вы там не услышите, потому что, как я уже сказал, космос это пустое пространство, там нет среды для распространения звуковых волн. И как говорили, как гласил слоган одного известного фильма в космосе, никто не услышит ваш крик. И даже самая невероятно зрелищная космическая баталия будет сопровождаться примерно вот такими звуковыми эффектами. Вот. И еще хочу отметить такую вещь, которую, по-моему, тоже напрочь игнорируют в фантастики, это то, что на всех телах Солнечной системы планетах, спутниках, где есть атмосфера, эта атмосфера, она разная. То есть там она имеет разную плотность, разный состав. А что это значит? Это значит, что одни и те же звуки в этих атмосферах будут распространяться по-разному. И тот же звук, который мы слышим на Земле, он, скажем, на Венере будет звучать совершенно для нас непривычно. Например, вот на той же Венере, например, давление на поверхности в 90 раз больше, чем на поверхности Земли. И там звук будет распространяться примерно как он распространяется под водой. А на Марсе, наоборот, давление в 160 раз меньше, чем на поверхности Земли. И там вообще есть очень большие сомнения, что в реальности человек может что-то услышать при таком низком давлении. Следующая легенда тоже связана во многом с кинематографом, с фантастикой. Знакомая всем, думаю, сцена. За кораблем с хорошими парнями гонятся какие-то там нехорошие парни, империя, пираты, еще кто-нибудь. И им не остается ничего другого, как пойти на отчаянный шаг и нырнуть в пояс астероидов. А пояс астероидов, это стало быть такое огромное скопление вулонов, лыжников, они летают во все стороны, дробятся. Ну, понятное дело, что это полный ненормальный и полетит туда, потому что это верная смерть. Ну, я, конечно, не знаю, какие пояса астероидов могут существовать в далеких-далеких галактиках. Но я знаю, какой пояс астероидов существует у нас, в Солнечной системе. Вот на этой схеме показано его примерное нахождение. Он находится между орбитами Марса и Юпитера. По разным оценкам, пояс астероидов находится до двух миллионов камней диаметром больше километра. И сотни миллиардов, а скорее всего даже триллионы камней диаметром больше метра. Ну, эта цифра кажется очень-очень большой. Но это лишь пока не прикинуть, в каком именно объеме пространства находятся все эти камни. Шарина пояса астероидов, она примерно равна расстоянию между Землей и Солнцем. Это 150 миллионов километров. Но при этом надо помнить, что космос, он не двухмерный. Двухмерный — это только схема, на которой присутствуют все эти планеты. Космос не двухмерный, и орбиты астероидов, они не лежат в одной плоскости. Они имеют разные наклонения. Так что, если упрощенно говорить, то по высоте пояс астероидов, его высота примерно равна его ширине. И вот если произвести некоторые математические вычисления, то получается, что даже если брать самые маленькие камни в поясе астероидов, то расстояние между ними все равно будет избираться тысячами километров. То есть если вы станете на какой-нибудь астероид, вы, в принципе, не увидите других астероидов. Ну, только если у этого астероида нет каких-то спутников. Вот. Через пояс астероидов летал ряд космических аппаратов. Ничего с ними страшного не случилось. Сейчас НАСА оценит вероятность того, что при пролете пояса астероидов вы во что-то врежетесь, как один к миллиарду. Для сравнения, вероятность того, что вот вы поедете в теплую страну, искупнетесь в море и станете героем фильма «Челюсти пять», составляет один к одиннадцати с половиной миллионам. Ну, а вероятность того, что вы убьетесь, упав с кровати, один к двум миллионам. Ну, про это блокбастеров как-то не снимают. В продолжение темы астероидов, конечно, надо вынуть в следующую часто встречающуюся ситуацию. Внезапно астрономы находят огромный астероид, который имеет размеры с штат Техас, который через три недели брежется в Землю. Но, к счастью, всегда можно отправить туда команду специально подготовленных, ну, а может, и не очень подготовленных бурильщиков, которые туда высадятся, пробурят шахту, будут заложить ядерную бомбу и взорвут его за секунду до столкновения, что будет сопровождаться очень громкими звуками и очень пафосной музыкой. Ну, конечно, то, что астероиды падают на Землю, это, конечно, никакая невыгода. Это факт. Такие события неоднократно происходили за всю историю Земли. И считается, что как минимум несколько массовых умираний как раз-таки произошло из-за падения больших астероидов. Но, к счастью, есть и некоторые хорошие новости. Такие вот камни, которые могут привести к массовому вымиранию, они падают на Землю очень редко. Раз в десятки, а то и сотни миллионов лет. Вторая хорошая новость заключается в том, что за последние годы астрономы, в принципе, отследили все более-менее крупные булыжники в окрестностях Земли. Обито ни одного из них не пересекается с Землей на протяжении, по крайней мере, нескольких сотен лет. Конечно, помимо таких вот больших камней, которые реально, если он упадет на Землю, то это приведет к массовому вымиранию, есть камни и поменьше. Вот, например, этот знаменитый аризонский кратер, он остался от падения астероида диаметром всего в 50 метров. А диаметр кратера составляет километра 200 метров. То есть, сами понимаете, что если такой камень упадет на мегаполис, то будет примерно как бросить на него ядерную бомбу. Но, опять же, есть и некоторые хорошие новости. Астрономы без дела не сидят, а технологии поиска астероидов, они за последние годы совершили огромнейший скачок вперед. Сейчас уже, в принципе, технологии позволяют находить астероиды диаметром всего в несколько метров. И стоит, в принципе, такая задача, чтобы к концу следующего десятилетия отследить, ну, по крайней мере, 90% всех таких астероидов диаметром больше 100 метров, которые могут угрожать Земле. Конечно, во время этих поисков, скорее всего, рано или поздно, но мы найдем какой-то камень, может быть, что-то вроде Челябинского метеорита, который будет идти навстречу Земле. Как ни странно, но идея использовать ядерное оружие против такого опасного астероида, она действительно рассматривается. Она одна из самых популярных. Но делать это, как показывают в фильмах, то есть отправлять туда каких-то героических вырыльщиков, чтобы они закладывали внутрь ядерную бомбу, никто не будет. Это невероятно сложно и, на самом деле, невероятно бессмысленно, потому что многие астероиды, по сути, представляют собой просто скопление булыжников. То есть это куча камней, связанных вместе с гравитацией. Если каким-то образом даже подорвать его изнутри, по сути, все равно останется та же куча камней, которая точно так же врежется в Землю. Так что тут для этой задачи Брюс Уиллис вообще не нужен. На самом деле намного логичнее взорвать бомбу на небольшом расстоянии астероида, чтобы она просто немножко изменила его орбиту. Может быть, другой вариант. Можно использовать кинетическое оружие, то есть просто ударить по астероиду чем-то вроде болванки. В 2004 году НАСА даже провело такой эксперимент. В реальности оно обстреляло ничего не подозревающее комету Темпеля-1 медной болванкой весом в 300 кг. Это реальные кадры, когда болванка попала в комету. Это немножко изменило ее орбиту. Буквально на сантиметр, но все-таки изменило. А можно вообще обойтись без взрывов и без выстрелов. Например, можно, если время позволяет, можно просто вывести на орбиту вокруг астероида космический аппарат, который будет немного воздействовать на него своей гравитацией и немножко менять его орбиту. На самом деле способов много. Какой будет избран в реальности, зависит от того, сколько времени до столкновения, какие размеры астероида и какие у него характеристики. Но в любом случае делать это, как показывают в фильмах, посылать туда людей, никто в здравом уме не будет. Раз уж я заговорил про всякие такие апокалиптические сценарии, то, конечно, надо сказать и про солнце, потому что нас очень часто любят пугать тем, что с солнцем может случиться что-то очень нехорошее. Например, оно может внезапно погаснуть или наоборот взорваться или произвести какую-то вспышку, которая нас всех диспепелит. Ну, тут можно сразу сказать, что, конечно, ни один из этих сценариев, он не близко к действительности, не соответствует. Солнце, конечно, может производить какие-то вспышки, которые могут, в принципе, нанести ущерб, но они могут нанести ущерб нашей, исключительно нашей технике. То есть космической технике, спутникам, системам связи, системам электроснабжения. Но через нашу атмосферу они пробиться не могут и жизни они не уничтожат. Самое лучшее доказательство этому то, что мы с вами тут сегодня собрались. Земля существует 4,5 миллиарда лет, жизнь, ну, как минимум 3 миллиарда лет, и за все это время ничего с ней страшного не случилось. Что касается будущего Солнца, то о нем можно говорить тоже с очень большой степень уверенности. Потому что астрономы изучили тысячи солнцеподобных звезд на разных стадиях их жизненного цикла. И это позволяет достаточно точно предсказать, что с ним будет дальше. Когда Солнце исчерпает запасы водорода, оно начнет расширяться, превращаясь в красного гиганта. Во время этой фазы оно испопилит Меркурий, испопилит Венеру и, скорее всего, испопилит Землю. Ну, даже если этого не случится, температура на нашей планете поднимется настолько, что все океаны выкипят и существование жизни станет невозможным. Но все, что я описал выше, оно случится еще не скоро, через пять миллиардов лет. То есть не завтра, не послезавтра, не через сто лет, не через миллион, не даже через миллиард. Ну, к слову, если кому-то интересно, когда Солнце превратится в красного гиганта, потом оно сбросит внешние слои своей атмосферы, и это будет смотреться очень даже красиво. Примерно вот так или вот так. Раз уж я упомянул про Солнце, то я хотел бы рассказать еще про три своеобразных заблуждения, которые так или иначе связаны с ним. Первое касается Плутона. Существует такое утверждение, что Плутон находится так далеко от Солнца, что на его небе оно выглядит просто как обычная, причем даже не самая яркая звезда. А отсюда следует такое заключение, что на Плутоне стала быть вечная ночь. Ну, первая часть этого утверждения на более-менее соответствует действительности. Потому что, да, Плутон действительно находится так далеко от Солнца, что на его небе оно уже не выглядит не как диск, а как просто точка. Но, несмотря на это, это по-прежнему достаточно яркая точка. В полдень на Плутоне Солнце в среднем светит в 400 раз ярче, чем полная Луна на земном небе. А это достаточно много. На сайте НАСА есть вот даже такая специальная страничка, ссылка внизу. Туда можете зайти, забить координаты места, где вы находитесь. И оно выдаст вам время, когда вот в этом, в точке с этими координатами освещенность соответствует на своем освещенности полдень на Плутоне. Для Минска это где-то 5-10 минут перед рассветом или через 5-10 минут после заката. Собственно, я вот лично сделал эту фотографию в указанное время. Ну, конечно, уже не позагораешь, но все-таки видимость достаточно неплохая. Причем на другом проекторе она была бы еще лучше. И можно спокойно считать при таком освещении. Так что, ну, на ночь это никак не тянет. Сомерки, возможно, но не ночь. Следующее заблуждение связано с цветом солнца. Я думаю, если спросить любого человека, какого цвета солнца, то, конечно, не задумываясь, он скажет, что оно желтого цвета. Ну, это очевидный факт, казалось бы, который мы ежедневно, ну, в Минске может не ежедневно, но все-таки достаточно часто можем наблюдать в течение года. Но если посмотреть вот на такие фотографии рассветов и закатов, то можно обратить внимание, что на рассвете, на закате солнце все-таки выглядит не так, как оно выглядит, когда находится просто высоко в небе. Отсюда можно прийти к заключению, что на цвет солнца все-таки какое-то влияние оказывает земная атмосфера. И если выйти за ее пределы, то солнце, наверное, будет выглядеть не так, как мы привыкли. И это абсолютно верное рассуждение, потому что из космоса для человеческого глаза солнце выглядит как прослепительно яркий белый шар, без каких-либо оттенков желтого. Желтый возникает цвет исключительно из-за земной атмосферы. Ну, конечно, мы так привыкли к тому, что солнце желтое, что даже если вы зайдете на сайт какого-нибудь НАСА, они тоже рисуют обычно всякие графики, всякие красивые там картиночки, концепты, они обычно всегда показывают солнце привычным нам желтым цветом. Хотя, правильнее было бы показывать его, наверное, все-таки белым цветом. Ну, это, конечно, совершенно непривычно для человека, поэтому обычно выбирают такой традиционный подход. Ну, а про то, как солнце показывают в фантастических фильмах, мне уж, конечно, не молчат. Ну и, наконец, третье такое своеобразное солнечное заблуждение, ну а теперь уже связанное с Марсом. Опять же, я думаю, что если вот попросить просто любого человека представить, как, наверное, на Марсе выглядят рассветы и заката, то, наверное, большинство нарисует в голове что-то вот похожее. Ну, это, конечно, очень красивая картинка, но реальности оно тоже слабо соответствует. И еще дело, опять же, в той же атмосфере, а также в пыли, которая рассеяна в марсианской атмосфере. Из-за нее марсианские рассветы и закаты, они представляют собой полную противоположность земным рассветам и закатам, потому что на Земле у нас голубое небо и окрашены красные цвета рассвета и заката. А на Марсе у нас, соответственно, небо с оттенком красного и голубые рассветы и закаты. И все из-за пыли. Это вот снимок был сделан марсоходом Spirit. Это, в принципе, одна самая известная фотография с поверхности Марса. Это марсианский закат. А вот закат крупным планом от марсохода Curiosity. Если кому-то интересно, то как раз-таки цвет Солнца с поверхности Марса белый. Возможно, с небольшим оттенком фиолетового. Следующее заблуждение связано с темной стороной Луны. Ну, точнее говоря, заблуждением является сама по себе вот эта фраза темная сторона Луны. Потому что когда мы говорим темная сторона Луны, это вроде как бы подразумевает, что на Луне есть некая такая страна, которая никогда не освещается Солнцем. Но это не так. На Луне есть видимая сторона, которую мы можем увидеть с Земли на слева. И, соответственно, обратная сторона, которую мы с Земли видеть не можем справа. И на той и на другой стороне абсолютно одинаковый цикл смены дня и ночи. Единственные места на Луне, где действительно никогда не видно Солнца, они находятся на дне кратеров, самых глубоких кратеров, которые расположены на ее полюсах. Там же, кстати, были найдены запасы водяного льда. Так что если человечество когда-нибудь решит обосноваться на Луне, то, скорее всего, первая база будет построена на одном из лунных полюсов. Скорее всего, на южном полюсе. Что касается обратной стороны, то, к слову, она очень даже хорошо сфотографирована, задокументирована. И нет, там не нашли никаких баз космических фашистов, пришельцев и черных монолитов. По крайней мере, по официальным данным. Единственное, что, ну, сами можете видеть, что на самом деле обратная сторона, она достаточно сильно отличается от видимой. Там практически нет темных участков, которые мы называем морями, и она намного сильнее кратерирована. Движемся дальше. Возможно, некоторые слышали про результаты опросов общественного мнения, когда там то ли 20, то ли 30 процентов населения не знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Они думают, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну, если честно, как говорил один литературный персонаж, в общем-то, он может позволить себе не знать факты школьных программ, потому что на его жизнь, вроде бы, смена то, что вращается вокруг чего, оно никак не влияет. Меня всегда удивляло другое, что, согласно тем же опросам, подавляющее большинство населения не знает, почему происходит смена времен года. Хотя это то, что влияет, прямо влияет на жизнь каждого из нас. Согласно очень распространенному мнению, смена времен года происходит из-за того, что Земля то приближается к Солнцу, то удаляется от него. Но, если кому-то интересно, то ближе всего к Солнцу Земля находится в январе. А дальше всего от Солнца она находится в июле. Но я все-таки подозреваю, что в январе пляжи Минского моря не будут забиты от питающими. Ну и в июле здесь тоже нечасто можно встретить людей на луже. На самом деле смена времен года происходит по совершенно другой причине, потому что ось вращения Земли наклонена под уголом 23 градуса. Как это выглядит, можно представить вот по следующей картинке. В период между сентябрем и мартом Земля повернута к Солнцу южным полушарием. Соответственно, южное полушарие получает больше света и тепла. Там наступает в начале весна, а потом лето. Ну, а на северном полушарии наоборот. Северный полюс, там полярная ночь. В целом полушарие получает меньше света и тепла, и поэтому там наступает осень, а потом зима. Вы, кстати, можете обратить внимание, что на этой схеме Солнце тоже нарисовано желто. А в марте ситуация меняется, и Земля уже поворачивается к Солнцу к северным полюсам. Так что теперь северное полушарие получает больше света и тепла, и там начинается долгожданная весна, которая сменяется летом. Ну, а в южном полушарии наоборот. Осень, а потом зима. И этот вот цикл, он повторяется каждый год, и из-за него происходит смена времен года. Следующее заблуждение, которое тоже очень распространено, касается невесомости. Многие считают, что невесомость возникает из-за того, ну, я говорю про невесомость именно на околоземной орбите, на МКС, она возникает из-за того, что там нет гравитации. Она вот выключается, грубо говоря. Но это не так. На самом деле, на высоте, на которой летает МКС, ускорение свободного падения всего на 10% меньше, чем на поверхности Земли. То есть, если бы мы могли построить такой 400-километровый небоскреб, ну, это 400 километров это высота орбиты МКС. Вот, если бы мы построили такой небоскреб и поднялись на его верхний этаж, то мы бы там весили всего на 10% меньше, чем весим здесь, на поверхности. На самом деле, невесомость на МКС возникает из-за того, что станция и ее обитатели, они постоянно находятся в состоянии свободного падения. Не падает же станция на Землю исключительно, потому что она движется со скоростью 8 километров в секунду. Это так называемая первая космическая скорость, и тело, которое с ней движется, оно на Землю уже не упадет. И именно поэтому на МКС время от времени включают двигатели, корректируют орбиту, чтобы вот поддерживать эту скорость, чтобы станция не упала вниз. А эффект невесомости вполне реального создатель на Земле. Для этого часто используют так называемые рвотные кометы. Это самолеты специальные, они летают по параболической траектории, и во время каждой такой параболы они могут создать состояние свободного падения, соответственно, эффект невесомости где-то на 25-30 секунд. Это, в общем-то, обычно используется для подготовки космонавтов, космической техники, но, в общем-то, это недавно стало таким просто таким экстремальным развлечением. Следующее заблуждение, которое я даже встречал в научно-популярной литературе, касается Юпитера. Его очень часто любят называть неудавшейся звездой. На этой вот картинке показано сравнение размеров Солнца, Юпитера и Земли. И, ну, я думаю, вы не увидите, но рядом с Землей еще такая есть маленькая-маленькая точка — это Луна. Вот. Ну, если сравнивать Юпитер и Солнце, то Юпитер как-то выглядит не очень причитающе, да? Но три четверти звезд личного пути — это красные карлики. Они намного меньше, они намного тусклее Солнца. Вот сравнение размеров Юпитера и ближайшего к нам красного карлика — это Проксима Центавра, она же ближайшая к нам звезда. И если посмотреть на эту картинку, то может оказаться, что, наверное, все-таки под этим утверждением есть какая-то логика, потому что они не так и сильно отличаются по размерам. Но все-таки надо помнить, что в космосе главное — это не размер, главное — это масса. Именно она определяет, что станет с небесным телом. Чтобы внутри тела пошли постоянные реакции превращения водорода в гелий, и оно, могу называться звездой, оно должно весить хотя бы как 80 Юпитеров. Если тело весит от 12 до 79 масс Юпитера, в нем могут идти некоторые термоядерные реакции, но они очень быстро прекращаются, и потом такое тело остывает и, в принципе, становится слабо отличимым от обычной планеты. Вот этот холостел, он как раз-таки является неудавшимися звездами, а официально они называются коричневыми карликами. Так что это утверждение о том, что Юпитер — это неудавшаяся звезда, оно действительности не соответствует, потому что чтобы Юпитер мог называться неудавшейся звездой, он должен быть хотя бы в 12 раз больше, чем он весит в реальности. Ну а чтобы он считался звездой, он должен был бы весить хотя бы в 80 раз больше, чем он весит в реальности. Конечно, разговор о всяких заблуждениях, в космических мифах был бы неполнен без святой логической троицы трех мифических тел солнечной системы а не веру противоземля и фаритон ну я расскажу пару слов про каждую из этой замечательной тройки первое это противоземля противоземлей называют такое мифическое тело которое вот находится на той же орбите что и земля но просто на противоположной стороне то есть она постоянно находится за солнцем и именно вот на этой противоземле по утверждениям некоторых конспирологов живут пришельцы которые к нам присылают дающих тарелки в реальности существование тела вот в этой вот точке ровно за землей на противоположной стороне невозможно по ряду причин но основная из них это гравитация если бы какое-то тело туда попало то гравитация других планет очень быстро чтобы его оттуда выкинуло и если кому-то интересно то космические аппараты прямо фотографировали вот эту вот область с солнцем и конечно ничего там не нашли второе мифическое тело солнечной системы это фаэтон еще где-то в 19 веке кто-то предположил что возможно астероиды это обломки какой-то древней планеты которую назвали фаэтоном которая вот погибла стать какой-то катастрофы затем кто-то решил улучшить эту историю добавил в нее то что на этой древней планете существовала своя цивилизация она проводила какие-то там эксперименты не справилась с технологиями и сама себя уничтожила ну конечно история очень тогает трагическая поучительная определенно внесла свой вклад в культуру в виде завязки комиксов про супермена но к реальности она отношения не имеет если собрать все астероиды вот в единый объект то этот единый объект он повесил как четыре процента от массы луны а у нас в очередь весит 80 раз больше чем земля то есть нам нужно две тысячи поясов астероидов чтобы просто насобирать вещества на планету вроде нашей земли но в реальности астероиды они в принципе никогда не были частью никакого единого тела и во всем этом виноват в первую очередь юпитер хоть он и не является неудавшейся звездой но все-таки это самая массивная планета солнечной системы его гравитация она оказывает очень серьезное воздействие на регион где лежит пояс астероидов и она просто вот не дала им собраться воедино то есть когда формировались все планеты юпитер не дал этому веществу что-то во что-то собраться это просто остатки стройматериал который остался с того времени то есть можно так сравнить пояс астероидов с подобным сбитыми кирпичами который стоит рядом с новостройкой ну и наконец последняя из этой троицы на самое конечно известное беру кроме беру почему-то начинают снова вспоминать осенью и зимой не знаю чем связано это обострение не беру это такая очень нехорошая планета она откуда-то прилетает солнечную систему раз несколько тысяч лет и устраивают такой очень знаете большой шухер то есть из-за нее на земле происходят землетрясения мирные потопы извержение вулканов и все такое а еще на нибиру есть база рептилоидов но это не совсем точно опять же существование планеты которая летала бы такой орбите как это самое не беру невозможно по очень большому количеству причин но чтобы не затягивать время я опять же назову главное это все даже хорошо знакомая гравитация уже после первого же пролета такое тело но было бы выкинуто гравитации других планет куда-то очень далеко на мороз даже если бы этого по какой-то причине не случилось визит нибиру оставил бы следы в орбитах других планет и по этим следам ученые вычислили где она находится еще где-то так примерно в девятнадцатом веке вот так что все эти три тела ничего с реальностью не имеют это чистой воды спекуляции но вместе с тем солнечной системе действительно есть еще не открытые объекты с этим никто не спорит и скорее всего солнечной системе есть как минимум одна планета называемая планета x или девятая планета ее существование как раз таки заподозрили из-за того из-за ее влияния на орбиты очень далеких объектов почему это планеты до сих пор не нашли если она есть ну дело в том что если она есть то она обращается на очень вытянутой и очень удаленной от солнца орбите она никуда к нему близко не подходит вот на этой картинке красный эллипс это орбита этой самой расчетной орбиты предполагаемые девятой планеты солнечной системы а вот этот маленький синий кружочек в центре это орбита восьмой планеты нептуна до которого четыре с половиной миллиарда километров вот если это самая девятая планета есть то ей нужно где-то 20 тысяч лет чтобы совершить один виток вокруг солнца и она не приближается к нему ближе чем на 50 миллиардов километров так что вот ее как раз таки наверное можно было бы назвать миром вечной ночи вот последние несколько лет многие астрономы заняты поисками этой планеты если она существует скорее всего в ближайшие годы ее найдут возможно кстати что ее в принципе уже нашли но об этом просто еще не объявили то что понятное дело что это станет одной из главных сенсаций минимум десятилетия может и столетия и причем что-то такое заявить то все данные еще как много месяцев а то и лет перепроверяться вот ну и я хотел бы завершить свой рассказ последним таким заблуждением которое можно сформулировать так что он на космические программы космические исследования тратить это невообразимо огромные прямо такие космические деньги и что лучше отдать их на шейм и другое например голодным детям африканских диктаторов вот но если честно вот это вот карикатура в которой написано что может позволить себе бюджет нас нас на свой новый бюджет она как-то лучше отражает действительность вот по некоторым опросам где-то половина американцев считает что у нас и получает чуть ли не четверть всего американского бюджета ну как я уже кому-то говорил я бы конечно хотел жить в мире где нас и получает такие деньги но реальность она немножко прозаична вот здесь вот левые колонки показаны бюджеты ведущих агентств космических агентств мира то есть на наса если проскосмос ну по китайцам честно говоря точной цифры не нашел так что это примерный диапазон а средства правой колонке показаны военные затраты ведущих стран но как можете сами убедиться что на барону на защиту от себя подобных на убийство себе подобных страны тратят десятки а то есть сотни раз больше чем на космос вот очень показательно есть такая графика график здесь показано соотношение бюджета наса общему американскому бюджету и он наглядно демонстрирует что в реальности было лишь несколько лет шестидесятых когда наса получала действительно какие-то большие деньги это был самый разгар лунной гонки программа полу тогда наса получала 4 процента от американского бюджета но как только программа полно завершилась сами можете видеть как это все резко было сокращено и как бы тенденция к дальнейшему сокращению космических бюджетов на общем-то очевидно сейчас наса получает уже меньше половины процента американского бюджета но я уже в принципе сравнил траты на космос с обороной но если честно существует очень большое количество сфер деятельности в которых крутится ну куда больше деньги чем в космосе например вот тот же спорт я вот ради интереса решил посчитать что могли бы позволить на свой годовой бюджет космические агентства идущие космические агентства вот например наса на свой бюджет могло бы купить четыре тысячи рекламных роликов в пенале супербоула если честно мне кажется что и не могу стоило этим заняться потому что это бы могло помочь увеличить финансирование и вообще способствовать поляризации космоса если на свой бюджет может купить 18 неймаров а роскосмос построить 4 зенитарены или могу построить одну зенитарену на сдачу докупить еса неймаров а если бы три ведущих космических мест мира объединили свои усилия наса бы сделала крутую рекламу если купила неймаров а роскосмос построил стадион они могли бы замутить на проект такой и супер вселенский матч всех регионов народ который было бы даже не стыдно пригласить сборную рептилоидов с небе ну на этом у меня закончился рассказ надеюсь что было интересно